Здорово! Сейчас я обучу вас фокусу, который называется «Быстрый и сложный». Для этого фокуса нам понадобится обычная колода карт. И всё. Даем зрителю выбрать любую карту. Например, это будет «Семь бобей». Мы просим его засунуть в любое место в колоде. Например, это будет здесь. И мы накрываем эту карту. Естественно, уже с брейком. После чего мы даём выбрать карту другому зрителю. Мы разворачиваем карты так, чтобы нашу карту не мог он выбрать. То есть вот наша карта. И мы вот так вот разворачиваем, выберем любую карту. Он, зритель выбирает. Это пять крестей. Наша карта находится здесь. И нам нужно совместить эти карты. Мы просим зрителя вставить в любое место в этой типа кучечки. Он может вставить сюда, вниз, вверх. Это без разницы. Ну, тут мы, понятно, ложим эту карту сверху той второй. И, ну, говорим, типа, теперь наша карта вдвое потеряна. Получается, у нас здесь две карты наши выбранные. И сверху ещё кучечка. Будем так называть. Теперь нам нужно это всё переместить наверх колоды. Как это можно сделать? Это можно сделать в два способа. Либо обычным подснятием, либо можно также различными пасами. Ну, то есть, примерно вот так. Вот наши карты. Мы вот так накрываем. Всё. И у нас уже карты здесь сверху. Этому, как бы, движению вы можете научиться у меня в плейлисте «Финты с картами». Там есть именно этот пас в подробном обучении. Ну, не буду рекламировать. Короче, ладно. Вот у нас эти две карты. Первая, которую выбрал зритель. Первый. И вторая, которую выбрал второй зритель. Что мы можем сделать дальше? Можно сделать в два способа. Первую карту оставить в руке. И потом, как бы, сделать из колоды одну карту. Либо, ну, как бы, достать с кармана. Можно любую из этих карт. Но я посоветовал бы одну карту оставить в руке. А остальную колоду отправить в карман. То есть, смотрите, как это сделать. Нам понадобится всего лишь одна карта. Мы берём, отлистываем одну карту и ставим «Брейк». То есть, чтобы она уже была у вас на поготове. Если вы держите руку таким вот образом, вам, только вам будет видно, что стоит «Брейк». Потому что, ну, народ, который будет стоять вокруг вас, просто этого не увидит. Вы ложите сюда руку. И идёт следующее движение. Вы берёте колоду полностью, зажимаете вот так вот в руке. То есть, будто бы это... Ну, короче, вам нужно сделать так, чтобы зритель не заметил. Я советую делать это вот таким вот образом. То есть, здесь не видно. Особенно, если вы быстренько будете держать до зрителя колоду вот так. И потом резко вы берёте руку. То будет казаться, что вся колода здесь. Но на самом деле вы взяли всю колоду в карман. Итак, вы берёте всю колоду в карман быстрым движением. Это самое главное. Быстренько так. Раз и всё. И потом у вас здесь остаётся одна карта. Вы всю колоду в карман откидываете, но берёте верхнюю карту. И говорите, типа, вот у меня уже всё время эта карта лежала в кармане. Всё, вот я такой быстрый, крутой. Всё, есть. Эта карта есть. И потом же мы держим колоду либо вот таким вот образом. То есть, не вот так вот к зрителю, а под наклоном. Либо можете ещё придумать какой-то свой вариант. Но самое лучшее, это когда не вот так держать к зрителю, а вот так. Вот если вы зритель, то так держите. И потом просто раз, вот так вот хлопаем. Всё, есть силы. И у нас, типа, здесь вот остаётся одна карта. Тоже даёте там в сувених, без разницы. Вот. Вот такой вот, в общем, фокус. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч. Пока.